Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил детский сад номер 110 и лично проверил результаты масштабной реконструкции, проводящейся в рамках муниципальных программ. Большая часть работ уже завершена, специалистам осталось лишь сделать заключительные штрихи. Городские власти уделяют максимальное внимание вопросам состояния образовательных учреждений регионального центра. Различные муниципальные программы нацелены на улучшение условий, в которых учатся дети. Например, в детском саду номер 110 уже закончились работы по комплексной реконструкции помещений. Руководство «Аленького цветочка» не может скрыть радости от того, что в этих стенах долгожданный ремонт завершился. Было очень тяжело. Казалось, что никогда не закончится, и что с этим трудно справиться. И вот эта вот вся грязь. Конечно, сейчас заходишь и получаешь удовольствие. Хочется где-то цветы поставить. Уже хочется как-то... Когда всё хорошо, тогда и можно думать о творчестве. В учреждении поменяли системы теплоснабжения, отопления и подачи воды. Также изменения коснулись сантехники. В детском саду теперь всё новое. Начиная от кафельной плитки на полах и стенах, заканчивая окнами. Линолеум тоже поменяли. Причём в девяти группах. Глава администрации Мурманск Андрей Сысоев проделанной работой остался доволен и отметил, что реконструкции продолжатся во всех школах и детских садах города. Мы встали только на этот путь совсем недавно, понимая хорошо, что сделали первый шаг – это замена окон. Вот в этом детском саду осталась одна шестая часть, 15%. Это, конечно, они сделают даже не летом, а могут весенние каникулы майские сделать. Но это не самая большая работа, потому что самое важное – это было, конечно, заменить сети, отремонтировать. Причём сети все – и тепло, и вода, и канализация. По-другому вопрос комфорта не решить. Уже пять лет в столице Заполярья действует муниципальная программа «Тёплое окно», в рамках которой в социально значимых организациях меняются оконные блоки. На сегодняшний день в учреждениях Мурманска уже заменили более 10 тысяч стеклопакетов.